Девушки отдыхают Внезапно дорогу бронетранспортерам и грузовикам превратил бронированный монстр. Раздались выстрелы из башенного орудия и пулеметные очереди. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Лоб в лоб столкнулись тысячи бронированных машин. В районе городка Райсиняй бралась 2-я танковая дивизия генерал-майора Егора Солянкина. Лучшая в Красной Армии. Она формировалась на белорусской земле, в западном особом военном округе. В ее составе служило немало наших земляков. Советским тяжелым танкам удалось прорваться в тыл противника. Они давили позиции артиллерии, расстреливали бронетехнику и пехоту. В 1933 году на вооружение Красной Армии поступил Т-28. Пушка и четыре пулемета в трех башнях. 25 тонн стали. Подобные машины несли службы в отдельных частях и назывались танками дальнего действия или дальней поддержки пехоты. Еще более мощным стал Т-35. Три пушки, шесть пулеметов в пяти башнях. 50 тонн бронированной силы. Этот сверхтяжелый сухопутный дредноут с универсальным вооружением должен был взламывать любую, даже самую неприступную оборону. Т-35 был наглядным воплощением могущества Красной Армии. Его с гордостью демонстрировали на военных парадах. Однако у этих внешне очень эффектных машин были серьезные недостатки. Из-за огромных размеров танк представлял собой прекрасную мишень. Броня 28-го и 35-го была непростительно слабой. Гражданская война в Испании показала. Скорострельно-противотанковая пушка легко расправляется с таким бронированием. Попытки усилить бронезащиту многобашенных танков оказались бесплодными. И без того неповоротливые тихоходные машины теряли в скорости и маневренности. Требовался новый танк. Мощный, подвижный, с непробиваемой броней. И такой был создан. Осенью 1938 года вопрос о создании новых тяжелых танков был вынесен на заседание Государственного комитета обороны. Начальник вооружений Красной армии Григорий Кулик отстаивал идею многобашенного танка. Рассматривались два подобных проекта. Т-100 и СМК. Деревянные модели показали Сталину. Вождь недовольно покачал головой. Не надо делать из танка универмаг. Сталин имел в виду старое здание московского ЦУМа, на котором было много декоративных башенок. 30-летний конструктор Жозеф Котин предложил проект тяжелого танка с одной башней. Это была первая серьезная работа молодого инженера, который лишь недавно возглавил конструкторское бюро Ленинградского Кировского завода. А его супруга Наталья Поклонова была единственной женщиной-танкистом с академическим образованием. Она окончила военно-техническую академию имени Дзержинского. Котин отличался острым умом и незаурядным политическим чутьем. Свою машину он назвал КВ. В честь одного из советских вождей, наркома обороны Клима Ворошилова. Он постоянно был среди нас, среди рабочих. Одевал комбинзоны или брюки. И у донатов танк под танк Котин Жозеф Яковлевич. Он генеральный инструктор. Очень человечный и очень грамотный. КВ начали выпускать на Кировском заводе 1 февраля 1939 года. После проверки боем на Советско-финской войне танк приняли на вооружение. Это была поистине уникальная машина. Нигде в мире не имелось ничего похожего. Технические характеристики тяжелого танка КВ-1. Боевая масса 47,5 тонн. Длина корпуса свыше 6,5 метров. Скорость 34 км в час. Толщина лобовой брони 75 мм. Двигатель дизель В-2. Мощность 600 лошадиных сил. Вооружение. Пушка калибра 76,2 мм. Три пулемета калибра 7,62 мм. Экипаж 5 человек. Листы броневой стали толщиной 75 мм. Сваривались между собой по революционному для того времени точному методу инженера Евгения Паттона. Ведущая танкостроительная держава Европы Германия. Почти до самого конца Второй мировой войны броневые листы своих танков крепила на болтах. Впервые в мировой практике КВ получил дизельный двигатель. Стоит напомнить, что в то время танки ходили на бензине. Начало Великой Отечественной. На вооружении Красной Армии находилось около 700 танков КВ. Это была реальная сила, способная остановить продвижение сухопутных войск к Германии. Тысячи немецких солдат и сотни танков застряли у забытого богом литовского местечка России Няй. Виной всему советский танк Клим Ворошилов. Он перекрыл пути снабжения 6-й танковой дивизии Вермахта. Машина Блицкрига глохла без топлива, боеприпасов, медикаментов. КВ заблокировал важнейшую дорогу на восток. Он был один. Стоял как мишень. У него в баках закончилось топливо. Но экипаж решил драться до последнего снаряда. В ответ на любое движение со стороны немцев башенное орудие советского танка открывало уничтожающий огонь. Из воспоминаний генерала Эрхарда Рауса, командира 6-й танковой дивизии Вермахта. Его стрельба подожгла 12 грузовиков, следовавших нам с остро необходимыми запасами. Невозможно было эвакуировать раненых. Многие из них умерли, не дождавшись помощи. Немцы хотели уничтожить неподвижные препятствия с помощью двух новейших призлотанковых пушек. Однако ответным огнем КВ эти орудия разбил. Артиллерийские расчеты погибли. Вскоре подкатили 88-мм зенитку, знаменитую 8,8. Ее установили на дистанции прямого выстрела. Из воспоминаний генерала Эрхарда Рауса, командира 6-й танковой дивизии Вермахта. Экипаж танка был на стороже, а командир имел крепкие нервы. Он следил за приближением пушки, но не препятствовал этому. Критический момент в этом поединке наступил, когда зенитчики начали готовиться к стрельбе. Танк развернул башню и открыл огонь первым. Каждый выстрел поражал цели. Тяжело поврежденная зенитка была отброшена в канал. Ночью немцы решили взорвать КВ. Саперы, которые поползли к танку, внезапно услышали странные звуки. Треснула ветка. Лязгнул люк. Кто-то еще находился возле советской машины. Это местные жители принесли танкистам продукты и воду. Когда таинственные ночные пришельцы ушли, немцы установили тротиловые заряды на корпус танка. Вскоре в воздухе разнеслось эхо взрывов. Не успело оно затихнуть, как танковый пулемет начал стрелять по окрестностям. КВ почти не пострадал. Порвалось несколько гусеничных траков. И только. Экипаж остался жив. И сдаваться не собирался. Утром 25 июня немцы провели отвлекающий атаку легкими танками. Экипаж КВ следил за ними, поворачивая башню, но огня не открывал. Тем временем на огневой позиции развернулись еще две 88-миллиметровые зенитки. Они смогли поразить КВ только с 13-го выстрела. Немцы пригнали местных жителей, которые достали и похоронили убитых. Героизм и мужество членов экипажа одинокого советского танка изумили противника. Один из офицеров сказал солдатам, вы должны сражаться так же, как эти русские танкисты. Клим Ворошилов в первой модели машина противоречивой судьбы. Парадоксальный факт. В 1941 году он оказался не нужен. У него просто не было достойного противника. Немцы тяжелых танков тогда не выпускали. Тигры и пантеры появились у них только на 2-м и 3-м году войны. Явного преимущества перед 304-кой, кроме более толстой брони, КВ не имел. Поэтому его сняли с производства в августе 42-го. Немцы к тому моменту уже сталкивались во Франции с тяжелыми машинами. Сайф французскими, которые были с противоснарядным бронированием, кстати, тоже. И научились с ними бороться. Были уже созданы и подкалиберные снаряды. Осенью 1941 появились уже и кумулятивные снаряды. А на ящиках красной краской набиты силуэт КВ и по-немецки надписью, то есть где снаряды вот эти кумулятивные снаряды. Стрелять только по КВ. Все основные сражения последнего года войны, включая освобождение Белоруссии, проходили без участия этого тяжелого танка. Его сменили новые, более совершенные и мощные машины серии ИС. Именно они дошли до Берлина и стали одним из символов нашей победы. Герой социалистического труда Жозеф Котин долгие годы оставался ключевой фигурой советского тяжелого танкостроения. «Танки – война умов», – так любил говорить этот выдающийся конструктор. Вторая танковая дивизия уже к началу июля 1941-го погибла в приграничном сражении. Генерал Солянкин был убит при попытке прорыва из окружения. А в 1965 году останки героического экипажа КВ были перезахоронены на Россинянском воинском кладбище, рядом с командиром дивизии. 8 августа 1941 года. Немецкая группа армий «Север» начала наступление на Ленинград. Советские войска, ведя тяжелые оборонительные бои, отступали. В районе Красногвардейска – такое название тогда носила Гатчина – натиск гитлеровцев сдерживала 1-я танковая дивизия. Обстановка была крайне тяжелой. Вермахт, успешно применяя большие соединения танков, прорывал советскую оборону и угрожал захватом города. Красногвардейск имел стратегическое значение, так как был крупным узлом шоссейных и железных дорог на подступах к Ленинграду. 19 августа 1941 года командир 3-й танковой роты 1-го танкового батальона 1-й танковой дивизии старший лейтенант Колобанов получил личный приказ от Комдива перекрыть три дороги, которые ведут Красногвардейску со стороны Луги, Волосова и Кингесеппа. Рота Колобанова была укомплектована тяжелыми танками КВ-1, которые могли успешно бороться с машинами, которыми располагал вермахт в начале войны. Крепкая броня и мощная 76-мм пушка сделала КВ-1 настоящей грозой панзерваффа. Его недостатком была не самая лучшая маневренность, поэтому наиболее эффективно эти танки действовали из укрытий. Для засадной тактики была и еще одна причина. Танков КВ-1 к началу войны в действующей армии было мало, поэтому имеющиеся в наличии машины от боев на открытой местности старались по возможности оберегать. Но техника, даже самая лучшая, эффективна только тогда, когда ей управляет грамотный профессионал, командир роты старший лейтенант Зиновий Колобанов именно таким профессионалом и был. Прибыв в тот же день, 19 августа, на место неподалеку от совхоза войсковицы, он распределил силы. Танки лейтенанта Евдокименко и младшего лейтенанта Дегтяря заняли оборону на Лужском шоссе. Танки младшего лейтенанта Сергеева и младшего лейтенанта Ласточкина прикрывали Кингисепскую дорогу. Самому же Зиновию Григорьевичу досталось центральное направление. Танковый окоп экипаж Колобанова обустроил в 300 метрах от перекрестка, намереваясь вести огонь по противнику в лоб. Ночь на 20 августа прошла в тревожном ожидании. Около полудня немцы попытались прорваться по Лужскому шоссе, но экипажи Евдокименко и Дегтяря, подбив пять танков и три бронетранспортера, заставили противника повернуть назад. Спустя два часа, мимо позиции танка командира роты, проехали немецкие мотоциклисты-разведчики. Замаскированный КВ-1 себя никак не обнаружил. Наконец, появились давно ожидаемые гости. Колонна немецких легких танков, состоящая из 22 машин. Первыми залпами были остановлены три головных танка. Затем командир орудия Усов перенес огонь на хвост колонны. В результате немцы потеряли возможность для маневра и не могли покинуть зону обстрела. В то же время танк Колобанова был обнаружен противником, который обрушил на него шквальный огонь. Вскоре от маскировки КВ-1 не осталось ничего. Немецкие снаряды достигали цели, однако пробить броню советской машины им не удавалось. В какой-то момент очередное попадание вывело из строя башню танка. И тогда, для того, чтобы продолжить бой, механик-водитель Николай Никифоров вывел танк из окопа и стал маневрировать, разворачивая КВ-1 так, чтобы экипаж мог продолжать вести огонь по гитлеровцам. В течение 30 минут боя экипаж старшего лейтенанта Колобанова уничтожил все 22 танка, находившиеся в колонне. Подобного результата в ходе одного танкового боя не удавалось достичь никому, включая хваленных немецких танковых асов. Это достижение позднее было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Когда бой стих, советские танкисты обнаружили на своем танке следы от более чем 150 попаданий немецких снарядов. Но надежная броня КВ-1 выдержала все. Всего же 20 августа 1941 года пять танков роты старшего лейтенанта Зиновия Колобанова подбили 43 немецких оппонента. Кроме того, были уничтожены артиллерийская батарея, легковая машина и до двух рот гитлеровской пехоты. Редактор субтитров А.Семкин